Всем привет, друзья! Меристемное аквариумное растение, вторая часть. Подробнее о том, что такое меристема, я рассказывала в первой части, можете посмотреть видео. Сейчас рассмотрим еще несколько видов, ассортимент постоянно обновляется, расширяется. Это почубокровка, или ахарис мини-парвула. Это одна из самых маленьких травок, разрастается очень хорошо, образовывает достаточно милый, плотный газончик. Еще травка, которая условно относится к почубокровке, микронтемом Монте-Карло. Травка тоже разрастается достаточно плотным ковриком, широкие листочки, достаточно простая травина. Лютик водный, достаточно редкая травка, очень красиво выглядит в аквариуме, как зонтик с рассеченными краями, то есть вырастает до 3-4 сантиметров. Необычная, красивая, но уже достаточно сложная в условиях содержания. Ставрогин Рэпенс, тоже из почвопокровных аквариумных растений. В аквариуме будет порядка 4-5 сантиметров в высоту. Выглядеть будет немножко иначе. Более широкие зеленые листья, это посадочный материал, но его здесь достаточно много. А это Криптокорина Меоя. Достаточно яркое растение будет, 15-20 сантиметров в высоту. Оранжево-коричневые листья, гофрированные, приятные. Тоже большая кучка получается с большим количеством точек роста. Не сложная уходит. Еще из мухов, это мух Гигантская Южная Америка. Данный мух уже растет больше в высоту и в шире, образовывая такие лапы сантиметров по 20. Очень красивый и эффектный мух. Условно для настибелька. Рейна Каминя. Альтернатера Рейна Каминя. Но от обычной альтернатеры отличается тем, что достаточно компактная. Вырастает обычно до 10-15 сантиметров. Но просит очень хороший свет и, соответственно, подачу удобрений. Красивая, яркая травка получается. Вот так в баночке пока выглядит Ротала Манипуренсис. Это что-то из роталок. Очень тонкая, изящная, длинностепелечка. Светло-зеленовая. Иногда немножко с оранжевым оттенком получается. В баночке много-много посадочного материала. Это все нужно рассаживать. Анубиус Гетерофила. Анубиус разнолистный. Вырастает достаточно крупный. В аквариумах может быть до 30-35 сантиметров. Напоминаю, анубиусы мы к чему-то приматываем. К камням, корягам. И вот такое миниатюрное, на первый взгляд, растение. Это Буцефаландра Кедаганг. Там очень много точек роста. Их тоже надо почему-то приматывать. Вырастает обычно темно-коричневый, чуть синеватым отливом. Друзья, следите за обновлениями. Ассортимент меристемных растений увеличивается постоянно. Редактор субтитров А.Семкин